Кто принял решение о смешении родов? Один из советов рода, который занимался переселением рас во время Галактической войны. Были тяжёлые условия, и возможность переселить другие расы на какие-то свободные планеты не было возможным. На тот момент не хватало кораблей для их переселения космических, и не хватало свободных планет. Кроме всего, интересен сам принцип эксперимента, если попробовать сам процесс уживания и попытку расселить расы на одной планете. Мы пытались минимизировать это слияние и посмотреть это со стороны. У нас ситуация в том, что когда оказывается воздействие ещё извне другими паразитическими силами, эта ситуация выходит из-под контроля. Эта ситуация в целом становится опасной. Пока эксперимент проходил в чистой форме, можно было безопасно отслеживать ситуацию. Но, к сожалению, были совершенные ошибки, и контроль за этой ситуацией был потерян. Были достигнуты некоторые позитивные эксперименты. Это касалось тогда, когда в тела других рас вселялись очень развитые души. Многие из них даже имели галактическое происхождение. Либо были представители славянского рода, которые вселялись в представители других рас, с попыткой помочь им в чём-то измениться. Но это, как правило, ни к чему лучшему не приводило. И хотя какая-то помощь этим расам была оказана, даже происходили изменения во внешности и генетике этих рас. Но, в целом, изменить ситуацию не удалось. Время для цивилизации той или иной расы считается на сотни тысяч лет, иногда, говорят, на миллионы. И искусственно вмешивание в этот процесс практически невозможно. То есть оно бессмысленно. Это опыт, который стоил дорогого, но он теперь исчерпывающий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok